Новый год, Рождество, все это наши самые любимые праздники с детства. И вот скажите мне, разве мы можем представить себе Новый год без наших новогодних традиций? Новый год, Новый год, Новый год! С легким паром по всем каналам, оливье в каждый дом, а если ель, так царевна? А как насчет узнать, чем англичане привыкли заменять оливье на их праздничном столе? И как они справляются без Деда Мороза? Поехали! А начнем, пожалуй, с общего. Что же объединяет нас в эти чудесные зимние праздники? Канун Рождества, который по-английски называется Christmas Eve, принято проводить вместе. Такие семейные посиделки называются Agat Together и очень напоминают наши. А что она вкусненькая? Селедка под шубой? Нет. Сувинки в одеялах. И я не шучу. Сувинки под одеялом, или же pigs in blankets, это небольшие колбаски, завернутые в бекон, которые часто сопровождают индейку на рождественском столе. А елка будет? Вот это за Новый год и без елочки! Новогодняя елка или же Christmas Tree, несомненно, самое главное украшение рождественских праздников. Некоторые покупают елки на специальных елочных базарах, по-английски Tree Lots. Некоторые едут прямо на делянке, где выбирают, какую елочку им срубить. По-английски такие места называются Christmas Tree Farms. Входную дверь тоже принято украшать. На двери они обычно вешают венки из еловых ветвей, которые называются Wrath. Выглядеться они, конечно, могут очень по-разному. От... А теперь немного о странных, интересных традициях, которые мы тоже можем одолжить. Одна из таких традиций – это уродливый новогодний свитер. По-английски Ugly Christmas Sweater. К Рождеству любящие бабули вязали своим внукам свитера с оленями, снеговиками, снежинками и прочей ерунды. Можно догадаться, что внуки воспринимали такой подарок иронично. Но нельзя обидеть бабулю и не надеть свитер хотя бы на рождественский ужин. Частенько на этом вечере судьба свитера так и обрывалась. Но именно это ироничное отношение и положило начало такой огромной традиции. Сейчас молодежь пытается найти, заказать, сшить такой свитер. И чем нелепее он будет, тем лучше. Еще одна интересная традиция, которая постепенно приходит в наши дома – это адвент-календари. Четыре недели до Рождества англичане, особенно самые маленькие, начинают ввести адвент-календари. Слово «адвент» происходит от латинского слова «адвентус» – «пришествие». И именно от него начинают ввести отсчет до праздника. Чаще всего такие адвент-календари выпускаются в формате небольших картонных домиков с маленькими открывающимися окошками. Всего окошек 24. Последнее как раз таки приходится на рождественский сочельник. Еще одна традиция, знакомая нам по рождественским фильмам, мультфильмам – это рождественские чулки. По-английски «Christmas stockings». Их вешают в комнате у камина или на стене, чтобы Санта-Клаус в ночь перед Рождеством принес деткам подарки. По легенде, в одной деревушке умирал старик. Он оставлял троих дочерев нищетей и бедности, и Святой Николай, услышав об этой грустной истории, захотел им тайно помочь. Он кинул три золотых монетки в дымоход, которые в итоге попали девушкам в чулки, которые висели над камином для просушки. Сейчас же мы верим в то, что хорошие детки найдут в чулках хорошие подарки, а плохие – кусок угля. Но все-таки, несмотря на все отличия, на все различия для всех нас, Новый год – это пора волшебства, пора чего-то необъяснимого и прекрасного. И в Новом году все точно будет all right! Субтитры подогнал «Симон»